приветствую друзья вас сегодня опять рассмотрим с вами интересные идеи на серединку сентября не так много интересного да потому что во первых была экспирация на московской бирже это новые фьючерсы во вторых что некоторые инструменты сходили и как бы в пятницу да уже открывать нецелесообразно скорее всего нужно просто если вы были в позиции фиксировать если вы не были то воздержаться вообще от торговли поехали по интересным сперва инструментом а после рассмотрим что было из интересного есть доллар рубль на что интересного что примечательного сейчас вам покажу на дневном графике есть у нас это новый уже контракт на московской бирже си z декабрьский у нас был нижний low до 73 652 экстрему видите далее только были вот здесь когда еще контракт не торговался и сегодня мы объема не обращайте внимание потому что это перекладка фьючерса скорее всего это но не фейковые объемы но тем не менее они мало информативны потому что это было просто перекладка и понять по этому объему куда набирает крупные группы невозможно поэтому не смотрите на объем смотрите просто на ситуацию да на обычный технический анализ очень сильно заливали нас вот экстрему сделали ложный пробой не дали закрыться ниже отчасти спекулятивно можно попробовать с коротеньким стопом взять на лонговую позицию но тем не менее против тренда лучше не лезть лучше дождаться если этот будет уровень пробит да тогда открывать короткие позиции торговать по тренду потому что это намного проще намного удобней да и вы всегда на тренде будете больше зарабатывать чем против тренда но тем не менее но есть такая ситуация мы не можем ее упустить я бы сегодня рассмотрел лонг да если один стоп получаете там или два например все остановитесь значит этот уровень будет пилить будем стоять да и вот так туда-сюда колбасится не нужно доказывать рынку поэтому здесь разово можно попробовать до максимум два перезайти если вы там как-то поспешили стоп не туда поставили еще что-то но доказывать именно что вот отсюда ложный пробой значит я буду яростно отсюда откупать потому что вот такой технический анализ не нужен поэтому присмотритесь неплохая может быть идея может быть отскок так как нефть нарисовала у нас еще а вы знаете что она коррелирует с рублем да непосредственно нарисовала вот такую модель все замечательно много уже прошли до 10 долларов уже прошли без отката это не откат это было удержанием сильная нефть все замечательно все красиво сегодня также рисуется на лонг но если мы затянем под эту позицию под этот уровень да скорее всего люди которые вот здесь ставили стопы до которой коротенькие ставили будут капитулировать поэтому смотрите за нефтью обязательно если будем удерживать этот уровень естественно что в моменте могут сиху продавить доллар рубль я имею ввиду потому что если не будет укрепляться то соответственно конечно и рубль будет укрепляться так как это взаимная корреляция но по нефти очень интересная может быть также ситуация потому что бар этот сильный да скорее всего повозят просто так зайти от этого уровня его все видят не дадут да скорее всего будет как вчера вот уровень 36 я вчера за этим наблюдал но сейчас вам отмечу именно чтобы вы видели 36 все замечательно пожалуйста с утра про торговка ложные пробои вынесли опять стали ну просто песня ну вот смотрите ну разве это не сказка все замечательно единственное да поджимали соглашусь с вами но если взять вот так даже нету поджима но это же великолепно и потом увидите что происходит то есть распиливает специально чтобы вы думали ага все здесь уже шарты значит мы никуда не идем тем не менее обратно выносит очень рынок возит очень нужно аккуратно поэтому еще раз вам повторяю что касательно этих двух идей до лонг по нефти и также лонг по доллар рубль нужно быть очень аккуратно это интересные идеи были по евро рублю ситуация примерно похоже единственно что он слабее вот поэтому я не даю по ним рекомендации и так как на доллар рубль есть уровень здесь вы видите что здесь просто сплошное прибитие инструмента по золоту да был великолепный вчера выход честно не участвовал я не я не поверил когда я уже смотрел на эту ситуацию вот здесь вот более точно этот уровень там 77 до 7 и 7 у него уровень более точный ребята я не поверил честно что могут так слить я все время наверно так как и те кто находились позициях и те кто также какие я просто следили в сторонке я не верил что после такого движения до обычно золото идет с хорошими откатами но видите тут просто прибили вот здесь можно было зайти и словить там 30 долларов да то есть это сделать свою своей сделкой месяц себе и просто сидеть отдыхать потом и не заморачиваться но тем не менее я так как и все думал ага сейчас мы протестируем хорошее накопление хорошая база была да тем более не было никаких предпосылок но рынок распорядился по-другому и просто залили поэтому что сейчас по золоту можно рассуждать до пол вечера на этой полдня на это потратить но тем не менее теперь у нас есть одна ситуация это нижняя граница да откуда мы стартовали и верхняя соответственно если мы подойдем к ней протестируем не смогут нас забрать обратно выше в этот канал да его можно подкорректировать это новый контракт вот если не смогут закрепиться но чисто мое наблюдение никакой тех анализ ничего просто бывает очень часто рисует канал золото да все замечательно вот эта ситуация вот такая очень часто происходит рисует канал даже вот так рисует канал все замечательно вы знаете что это канал тут набирает позицию потом выход вниз вы думаете ну все значит идем вниз все замечательно потом завозят обратно и обычно отсюда идет уже аж на перехай перебивает верхнюю границу канала и идут выше но здесь этого не произошло может это добор позиции да еще один вынос и нас сейчас вот так обратно завезут тогда будет у нас повышательная тенденция да уже будет смотреться график выше и обычно после этого присмотритесь да то есть если есть там возможность у вас там вы взяли 10 контрактов если завезут сюда вы здесь хорошо зайдете да по хорошей цене возьмите там 8 закройте контрактов 2 оставьте потому что может быть такая ситуация что отсюда да вот когда всех свозили все уже тут все деньги потеряли но его к черту это золото все по выходили он завозит обратно в этот канал здесь немного добирает и потом уходит пробивая верхнюю границу и идя выше поэтому присмотритесь это сугубо мое наблюдение просто из-за опыта торговли я уже несколько раз такое наблюдал выход из канала все плохо потом завозят обратно и идут еще выше и все потом как всегда упущенный локти где-то уже здесь покупает и она их уже обратно выносит по стопам по интересным идеям ребята это все буду желать вам хорошего дня хороших прибылей и всего доброго